А вот не будет ли искушением теперь для каждого начальника региональной инспекции безопасности вооруженного движения вести подобную незаконную деятельность? Такое чувство, что начальник туда незамутненным эльфом попал. Он, наверное, раньше где-нибудь на трассе стоял, с жезлом там наводил порядок, следил за скоростным режимом и прочее. Там вырос, поднялся и из недр организации дорос до самого верха. Ни для кого там никаких этих неожиданностей нет, повторяю. Вокруг них частный бизнес. Этот частный бизнес в очередь стоит вот с такими котлетами бабла. И каждый говорит, возьми у меня, возьми деньги, разреши мне сделать вот это, вот это и вот это. Разреши. Ну, попробуй устоять. Там попадаются идиотские, совершенно идиотские измышления, что надо зарплаты увеличивать. Это вот ход мыслей идиотов. Надо увеличить зарплату, и человек не будет взятки брать. Ну, хорошо. Давай ты ему сделаешь зарплату, там, пять тысяч долларов условных, а взятку предлагают сто. Или у тебя есть такие эти, как их, резервы для зарплат, чтобы начальник ГИБДД получал сто тысяч долларов, ну, будут двести предлагать. Он двести возьмёт. Надо быть дураком, чтобы отказаться. В нынешних-то, так сказать, условиях, когда всё закручено вокруг денег. Такого не может быть. Да, зарплата должна быть достойной, но на эту зарплату никакие дворцы ты себе не построишь. От трудов праведных не наживёшь палат каменных. По-другому быть не может просто. Поэтому какой там пример воруют все. Вот оно.